Так, стрим пошёл. Сейчас последние доработки я сделаю. Заново поправлю звук. Отвечу на все вопросы, которые возникают. Быстро, быстро, быстро. Также снова я забыл изменить название. Конечно, каждый раз я забываю это сделать. Надо бы как-нибудь повнимательнее быть с этим. А, окей, понятно. Так, ну, вроде всё работает. Стрим идёт, в стрим идёт, питч всё записывает. А, нет, ещё не всё. Итак, доброго времени суток. Не так, не так. Доброго времени суток всем любителям доты. С вами Даклинг. И сегодня, а точнее, прямо сейчас начнётся игра между командами Enemy и Solo La Victoria. Напомню, то, что матч проходит в рамках турнира. Ссылку на который я кинул в описании. Уже одна, получается, четвёртая у нас финала. Матч проходит по системе Best of 3, то есть до двух побед. Ну, это означает только одно, то, что нас ждёт больше одной карты уж точно. В лучшем случае, нас мы увидим целых три карты. Давайте сразу посмотрим на пике. Команда Enemy. SkyMak, Viper и Doombringer. В принципе, пока что ничего особенного. Довольно-таки дефолтные герои, сильный саппорт, сильного саппорта они взяли. SkyMak, который может цеплять по 11 героев. Отлично, он заходит против того же аппарата. Не даёт ему заметить ничего, как остановить за счёт своего третьего спелла. И по-хорошему, конечно же, должен он эту льдышку убивать очень быстро. Считая у него урона 1000, только на втором лейнде. 1400 на третьем уровне. То есть, действительно, аппарат должен очень быстро отлетать от SkyMak. Viper и Doom. Тут тоже, в принципе, всё понятно. Viper, скорее всего, пойдёт в middle lane. Doombringer, возможно, пойдёт или в triple. Но здесь, конечно, эти два героя могут меняться. То есть, Viper может пойти или в triple, или в мид. Doombringer тоже такой герой, который может выбрать себе линию. Может, он... Могут его послать и в hardline, и в triple фармить. Но, в общем, посмотрим. Третий пик от команды Solo La Victoria мы сейчас ждём. Ждём, ждём, ждём. Тратят они много дополнительного времени. 25 секунд у них остаётся, не так много. И кого же мы увидим? Enigma. Неплохой выбор. Отличная инициация. Тут, как бы, какие-то комментарии по поводу этого героя излишни. Есть уже два саппорта и у той, и у другой команды. В команде Solo La Victoria нужно в любом случае добирать сейчас hardliner. В принципе, есть у них выбор. Хотя они сами забанили и Tidehunter, и Kentavra. Это не совсем понятно, почему. Команды Эмени добирают себе второго саппорта, Рубика, и... Конечно, кого надо добрать в команде Энними, здесь, конечно, чуть посложнее. Эликонтроп. Берётся Эликонтроп, будет он стоять, скорее всего, в трепле, будут ему саппортить аппарат. И Enigma, Разор, очевидно, пойдёт в middle lane. Будет там стоять против... Не знаю... Может быть, против Вайпера. Конечно, ну, неплохие линии пока что появляются. Получается, у команды СЛВ. Разор, в любом случае, должен... Кто бы против него не стоял, должен выиграть мид, если он будет стоять один на один. Также Эликонтроп с аппаратом должны... Хорошо пробивать хардлайнера. В принципе, пока что мне пик той и другой команды нравится. Ничего тут такого странного, непонятного нету. Хотя, надеюсь, конечно же, то, что... То, что пятый пик из каждой команды... Появится какой-нибудь необычный герой. Посмотрим, я надеюсь, мы какую-нибудь задумку. Совершенно не тратили дополнительное время команды Энними. Все у них в плане пика полегче было. Быстро они решали, кого брать. Сейчас у них целых, ну, считай, две минуты. У них еще есть целых две минуты, чтобы подумать над пиком пятого героя. Может, они еще даже не до конца определились, кого они будут брать. Хартлайнера или же все-таки... Нидера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Так, когда у меня картинка вот так вот как бы привисает, вы особо не обращайте внимания, это просто из-за того, что я альтабуюсь, смотрю, что мне пишут, это никакие не лаги. Стрим у меня должен идти довольно-таки ровно, без всяких там фризов, задержек. Ну, в смысле, у меня стоит задержка, но она специальная. Чаус Найт! Вот, то, чего я и хотел, не совсем популярный герой. Так, а теперь эта ситуация окончательно не прояснилась. Получается, Чаус Найт пойдет или в мидл лейн, или в хард лейн. Интересно. Хотя нет, нет-нет, все понятно, вайпер пойдет, значит, в мидл, думбрингеры, скорее всего, будут стоять в соло-сложную, а Чаус Найт вместе с Робиком и Скаймагом будут стоять в трипле против... Еще неизвестно, против кого, в принципе, у них появляется довольно-таки боевая трипла. Могут они себе позволить пойти в... в агрессивную триплу? То есть, как бы, на их месте я бы так и сделал, потому что, действительно, есть два отличных стана, есть Сайленс, есть замедление Скаймага. Можно просто на ура убивать таких героев, как Ликантропа и Аппарат. Нечем им просто защищаться. Есть только Индигма, которая может как-нибудь хитро выходить из леса и давать эти микростаны, чтобы хоть как-то давать выживать своим... своим тиммейтам. Разбирают героев команды. Как бы, прямо скажем, две команды мне неизвестны, я не комментировал их вчера, так что, кто на ком убирает, и я сказать просто-напросто не могу. Сейчас сомневаются, кто кому достанется. Два игрока из команды Соло Ла Виктория. Ну, вот тут вроде как взяли... Так, сейчас отвечу, минуточку. Сразу встается пауза. Желаю друг другу удачи. Так, и хочу посмотреть... Диэнними здесь, конечно, чуть посложнее. Диэнними здесь, конечно, чуть посложнее. Отжимают паузы команды. Видимо, какие-то проблемы были у Вайпера. Расходятся команды по линиям. Команда Энними сразу покупает смог, будут идти во вражеский лес, юзают его на своей базе. Не совсем понятно, конечно, почему вроде как правильнее юзнуть его именно здесь. Ну, это, в принципе, логично. Но, в любом случае, хоть какое-то разнообразие. То есть, очень мало неопытных команд играет на этом турнире. И первый раз я вижу то, что юзаются какие-то смоки, будут идти и ставятся варды. Оставляет себе вард Думбрингер. Также имеется СН3, будут ли блочить спаун. Думаю, стоит... Все-таки спаун за блочи сейчас срубит. Будет... Нет, проигнорировал. Не знаю, почему. Не уходит из смока и просто-напросто разбегается по линиям. А нет, все-таки клацает то, что нужно забанить спаун. То, что с этим спауном будет намного легче стоять Думбрингеру. Что и делает, в принципе, Рубик. А команда... Команда СЛВ, в принципе, даже не соизволила купить какие-то СН3. Намеренно ничего... Дивардить. Ну и ладно. Это как бы их выбор, конечно. Но... Это... На мой взгляд, очень-очень глупо. Сразу ставится Сентриак. Дивардит. Эними вот этот вот... Обсервер Вард, который поставил аппарат. Остается у него всего лишь один Вард детский. И... Который он отставляет уже на нижнюю руну. Нет, все-таки не пошли, ребята, в агрессивную Триплу. Не совсем понятно, почему. Мог бы неплохо отставить Думбрингер против Фуриона. Забыл ключи крипстаты. Мог бы неплохо отставить... Думбрингер против Фуриона. А вот эта боевая Трипла. По-другому ее назвать нельзя просто. Могла бы таких люлей навалять. К этому ликану и аппарату. Но ребята решили то, что... Будем действовать по дефолт. Наверное, самое интересное, что сейчас может происходить. Это какие-то передвижения... Какие-то действия в миду. Разор против Вайпера. Стоит. Ну и в принципе... Разор должен выигрывать этот мидл лейн. Должен он перефармливать... Своего оппонента. Просто потому что... Слишком уж сильно он мидр, по моему мнению. Просто может брать и насасывать по... В этот раз он насасывал только 21 урон. Как бы Вайпер еще как-нибудь... Получается у него ласхидить. Но когда Разор будет насасывать по 47, Там уже, конечно... Просто-напросто не... Не поласхидишь. Хотя довольно-таки сильно проседает Разор. Подставляет... Подставляется он под яд Вайпера. Но и Вайпер не теряет момента. Сразу наваливает Разорчик. О, остается у него всего лишь два там гуса. У Вайпера тоже. Но у того есть стики. Будет он как-то ими отхиливаться. И пойдет ли до конца за Разором? Нет. Кинул две плюхи. Сразу отходит. Разор вынужден... Просто куда он? Есть свои деревья. И, в принципе, действий никаких не происходит. Что касается более поздней игры... Здесь, конечно... Сложно сказать, кто будет сильнее. Выход Рубика на Разора. И могут сейчас упасть Разора. Да, скорее всего будет Ферстблат. Ферстблат отдает Рубик Ферстблат Вайперу. Вайперу от вышки погибает. Но это совсем ничего его страшного. Во-первых, совершил Ферстблат. Во-вторых, умер только тогда, когда в таверне был уже Разор. То есть Разор не получил экспириенс. Получил он за Рубика только золото. Это, конечно, огромный плюс. Неплохой буст для Вайпера сейчас должен быть. Есть у него уже 1200 золота. Может он выходить сразу в механизм. Может он купить себе сапог. Но думаю, сейчас он просто себя купит за 450 этот ботиночек. И будет варить какой-нибудь Баклер. Хэрдресс. Но в любом случае я бы сделал именно так. А там это уже его выбор. Ну, видимо, то, что Фурион летит наверх. Будут просто-напросто смушивать Лайн. Да, совсем я не заметил такую отличную просто связку героев, как Фурион и Ликантроп. Одна из самых моих любимых связок. Ну, не то чтобы любимых, но каждый раз я удивляюсь, почему ее так мало у человека осталось юзать. Потому что связка действительно убийственная. Напоминает то, что, по-моему, третий... Нет-нет-нет, Хауль. Хауль, второй, спел Ликантропа. Когда он его прожимает, он дает 26 урона всем своим союзникам. Но это ерунда. Он дает 10 урона, 20, точнее, урона на последнем уровне, всем призванным существам. То есть, каждый пенек, каждый пенек Фуриона бьет намного сильнее. То есть, башни падают очень быстро. На пятой минуте падает уже Т2. У Карлани может Ликантроп за это поплатиться. Собственно, он и поплатится. Приходит Вайпер, может еще добирать Энигму. Он только четвертого уровня, нету злэппола. Ну и размен 2 в 0. Или же нет 2 в 0. Рубик убил Ликантропа. И Вайпер убил еще не... Ну, получается, да, по-моему, 2 в 0. Размениваться в 2 вышки. В принципе, неплохой результат. Для пятой минуты 2 вышки, это довольно-таки серьезно. Хоть они и в Карлани, все равно действительно много золота сейчас получила команда Эними. Ой, простите, команда СЛВ. Взглянем на графику, подходит 6 минуты игры. И вот, мы видим вот этот вот бешеный скачок. Просто от 2000 золота они лидируют. Для 6 минуты 2000 золота это довольно-таки немало. Появляется медас у Думбрингера. На чем же мы остановились? Также зажимаю здесь аппарат, а летит Разор. Может он тоже умирать. Есть Дум, но не хватает маны. Не просчитал Думбрингер. Если бы хватало бы... Неужели он выживет? Вайпер настреливает. Нет, все-таки добивает Разор и Думбрингера. Также еще умирает Рубик с Разором. И, конечно, если бы хватило, также еще Нечи с Профит выбирает и Вайпера. Получается драка 3 в 1 в пользу команды СЛВ. Неплохо. Очень неплохо. Так. Не хватило, не хватало. Был ультимейт у Думбрингера, но не хватило просто-напросто ему маны на этот самый ультимейт. Куда-то он ее потратил. Я не совсем увидел, куда. Был бы ультимейт, конечно, он бы сам выжил. Бил бы быстро Разора. И, конечно, драка бы пошла под другим углом. Но не просчитал чуть-чуть. Не доиграл, конечно, Разор. Подставляется здесь Лихантроп. Можно его пытаться убить. Вешается Салис. Лихантропа вроде нету. Вешается, наконец-то, Думб. Лихантроп даже не прокачал себе 6 уровень. Просто проигнорил он свой ультимейт. Но и должен тут, конечно, умирать, если его никто не задинает. Если он на нейтралу не побежал он к нейтралу, Думбрингер получает голову за... Получает здесь 54 золота за голову Лихантропа. И давайте снова взглянем на график. Он сейчас наверняка немножко поменяется. Хотя нет, не сильно он поменялся. Все еще неплохое преимущество держится у команды СЛВ. Но это преимущество отыгрывается. То есть, оно, да, оно ощутимо, оно неприятно, но это еще далеко не конец игры. Кстати, уже можно, думаю, включить общую ценность. Все это время напомню то, что... Чаус Найт наверху фармил, практически не участвовал он в драках. Не совсем я понимаю, почему. Есть у него Мидас. На мой взгляд, не хочу, конечно, много критиковать команды, но, на мой взгляд, Чаус Найт это такой герой, которому нужно довольно-таки... Уникальный герой в своем роде. Один из керри, которому не очень много нужно предметов, чтобы воевать. А ему достаточно собрать пауэртритс, начать собирать армлеты, и может он уже спокойно участвовать в тимфайтах, и должен он это делать. Чаус Найт это керри ранней агрессии. Это никак не поздний. Но собирает он Мидас, также прокачивает не совсем понятно, зачем ультимейт. Обычно, конечно же, ультимейт берется только после того, как полностью прокачаны первые два спела. Но, в принципе, это его выбор. Не будем его сильно осуждать. То есть, действительно, фармил он здесь, считай, всю игру, все 9 минут, но по общей ценности он проседает. Меньше у него, в общем, денег, чем у Ликантропа, конечно, не очень хорошо это. Что летит к Думбрингеру? К Думбрингеру прилетают целые визы. Есть у него тоже, имеется у него тоже Мидас. Будет он вывозить артефакты все быстрее и быстрее. Что касается поздней игры, сказать довольно-таки сложно. Выход на Чаус Найта. Пятеро героев выходят на Чаус Найта. Должны его сейчас спокойненько добирать. Да, никаких шансов не было у Чаус Найта. В принципе, поражал Тупелли Контроп свой ультимейт. Немножко он был лишний. Появляется у него Владимир и Хауль уже третьего уровня. То есть, вышки будут падать уже в три раза быстрее. Просто-напросто в три раза быстрее. Остается только собрать изолятор Неча с Профита. Но решает он собирать Некромиконы. В принципе, все правильно. Нужно допушить им желательно до 20 минуты все внешние ТВРа. Спокойненько сходить на Рошана. И просто-напросто зайти на Хайграунд и сбилить быстренько в сторону. Есть ультимейт у Думбрингеров. В принципе, все ультимейты заряжены. Кроме Скаймаву, у которого только четвертый уровень. Отличный Дум вешается на Разору. Но великолепный Блэк Холл в троих. Немного дамажа пошло в этот Блэк Холл. Но все равно поддамажил Рубик. Вот это Рубик. Схмаровал Блэк Холл. Дает ответный Блэк Холл намного качественней, чем Блэк Холл от Энигмы. Во время этого Блэк Холла вся команда Эними наваливала в команде СЛВ. Достает он Рептон, забирает еще и аппарата. Один в три, размен получается, один в три в пользу команды Эними. Отличная драка. Хорошо, что Рубик не попал в ультимейт Энигмы. Это, конечно же, косяк Энигмы. То есть, я как человек, отыгравший на Рубике очень много игр и в СМ моде, и в СМ про лиге, и на про квалификации, могу сказать, что Блэк Холл стырить не так сложно. Единственное, что тебе нужно делать, это просто-напросто держать дистанцию. Нужна такая неплохая выдержка, ты просто должен любым способом просто-напросто не попасть в этот Блэк Холл, чтобы во время его каста взять и просто-напросто своровать. Что я сделал Рубик, дал он ответ на Блэк Холл, и опять же повторю, трое игроков было в Блэк Холле. Если за это время команда Эними навешала таких люлей, то, что мы можем видеть результат, четверо человек команды СЛВ в таверне. Ну, я предупреждал, вот мне со мной параллельно комментирует уже другой комментатор. У него, он себе поставил задержку всего лишь 2 минуты, предупреждал я его о том, что лучше бы, конечно же, поставить задержку в 5 минут минимум, чтобы не возникало вот таких вот проблем, то что просто-напросто люди будут ставить паузу и... И спокойно подглядывать в арты, хотя и им есть что понаглядывать. Итак, Фурион. Выход на Фуриона собьет... Нет, не сбили телепорт Фуриона, пропустил я немножко момент. Небольшие... Нет, только что произошли проблемы. Появляется ультимейт у аппарата. Насколько я понял, это первый ультимейт в его игре. До этого я ульты не видел. Блэхолла еще не будет 110 секунд без Блэхола, они драться, в принципе, не могут. Единственное, что могут делать, так это сплитпушить. Сплитпушить у них получается, конечно же, просто отлично. Фурион должен летать. Фурион должен... Фуриона ломать каким-нибудь образом. Необходимо. Это просто при пике команды СЛВ необходимо это делать. 13 минуты игры, давайте посмотрим на графики. Выход на Разора. Разора за сжиматься. Вот так должны его быстренько убирать. Приходит Думблингер, у Думблингера есть Дум. Вешать зону Разора немножко, конечно же, поздновато. Попадает аппарат своим ультимейтом неплохо, но никого убить не сможет. Рубику просто-напросто надо отойти, не рисковать, что он, собственно, и делает. Умирает Вайпер, разменяли они по Энигму, неплохой размен. И тем временем Ликантропа пушит... Пушит низ. Так, сейчас у меня... Отправляется наверх и будет продолжать ломать вверх. Что там у Энигмы с Думблингером? Было у него блинг уже к этому моменту, насколько я понял. Также она в ПТН Лавке себе закупила Энджер, Бустер, будет делать себе Арканы. Или уже... Ну, уже есть Арканы, получается. Конечно, Энигма такой герой, которой все-таки нужно много маны. Довольно-таки дорогие у него спеллы. Кто смотрел мейстримы, конечно, вряд ли такие найдутся. Но в прошлой игре, которую я комментировал вчера, Энигма не качала Блэк Холл. Качала она всего лишь на один раз. В принципе, на мой взгляд, неплохое решение. На целых 100 маны. Мана Кост увеличивается. А взамен мы получаем только то, что... Чуть сильнее дамажит Блэк Холл. И кулдаун всего-то на 20 секунд меньше. Ломаются ворды. Не, ну, я вот отвечаю. Ворды просто-напросто спалили. Почему хочет он поставить... Почему он поставил задержку 2 минуты, я совсем не понимаю. Запрыгивает. Нет, вырыва никого не было. Мне просто-напросто показалось. Сразу же Фурион видит то, что вот здесь вот кучка уйца команды. Просто-напросто летит наверх. Ну, честно, я не верю в то, что команды сами просекли. Вот они не дивардили, поставилась какая-то пауза, и они начали дивардить. Но ловят здесь Фуриона, не должны его отпускать. Но то с телепорта уходит. Отлично. Отличная игра от Фуриона. Молодец. Предусмотрел он то, что вызов принять за команда Энними вниз. И принес себе телепорт, и выживает он за счет этой тпшки. Также, вырывается Чауснад. Бутпол ставится в одного вайпера. И нужно в линейке что-нибудь достануть, чтобы Блэкбол не собрали. Блэкбол не был сварован. Рубик все равно в таверне. Хочется, это было бы не очень важно. Вешается. Дум, значит, профита. Ничто он особо не сможет сделать. Неплохой ультимейт от аппарата. 4 секунды вылетает станчик. И получается 4 в 0. 4 в 1 выигрывает драку команды СЛВ. Отличная драка. Выживает Резор. Резор будет жить. Механист у него только через 20 секунд. И, в принципе, могут уже. Могут уже с пеньками Фуриона, с Хаулем. Могут они пойти и, как минимум, спокойно сломать вверх. А то и зайти на Рошана. Спирить Рошана и зайти уже на хайграунд. Боширок. Или не Боширок. Не, Боширок. Боширок будет тебе приобретать Ликантроп. Также он, видимо, убил уже Ставку в Визарте. Будет делать, скорее всего, Некромиконы. В принципе, это правильное решение. Еще раз за счет этого Хауля. Некрачи тоже будут бить еще сильнее. На целых 20 урона у них будет. Некрачи уже есть у Фуриона. И действительно, столько юнитов подчиненных, что в сумме это огромный дэмэдж выходит по башням, по героям. Очень сильно спелл удовлетает Хауль. Точнее, спелл сам по себе не такой уж и сильный. Но, если действительно это какая-то командная игра, если вы договариваетесь о том, что несколько человек собирают этих Некромиконов, этих покемонов, как их называют некоторые, то реально получается очень круто. Думбрингер продолжает фарм. Есть у него Блинг Даггер. Будет он себе, судя по всему, покупать Вангвард или что? Ну и не совсем понятно, что он будет покупать. Еще приобретает Соло Ринг. Чаус знает, не совсем понятно, для чего он это делает. По мне так... Ну, в принципе, дорого у него стоят сплыли, возможно, Соло Ринг не такое плохое решение. Уже 18 минута, до армлетов ему еще не очень-то и близко. Нужно ему еще закупить перчатку на скорость атаки и рецепт, который стоит целых 700. Заходит на Рошана, но сразу же тут их встречает вражеская команда. Это неплохой стан в аппарате, должны его быстренько сбить. Скаймак уже мертв. Будет ли плохого для Нигмы? У Нигмы нету плохого. Что-то я совсем забыл про это. Разор. Разор должен бегать на хостел. Убивать сейчас всех и вся, но вынужден отойти. Также добирают еще и Рубика. Ликантроп. Будет ли выживать? Нет, Ликантроп должен встрять тоже. Хороший плохого. И Нигма дала... Хотя нет, конечно же, сейчас это нельзя назвать хорошим глухолом. Возвращается здесь еще Разор. Конечно, понимает то, что действительно все на лоу хп. Вайпер и Чауснайт на лоу хп, но... Но не может он их добрать из-за того, что Думбрингер здесь. И если бы только что Думбрингер сделал бы более качественный блинк, то, конечно бы, добрал еще и Разора. Но, увы, не получилось. Снова был блухол от Нигмы. Снова, как и в замесе, вот тут вот. Она его дала... Не очень плохой, но в этот блухол пошло ровно 0 дэмэджа. То есть... Хотела она спасти Разора. Разора она спасла, но... Ммм... Блухол... Нужно понимать, что холдаун действительно-таки серьезный. Огромная армия крипов идет вниз. Вот, все вот эти подчиненные криповы, они с хаолем. То есть... Даже эти маленькие... Энты... Даже эти маленькие энты наносят неслабненький урон. 22 плюс 15. Сейчас хауль будет еще на один вкачан, и будет уже 22 плюс 20. 40 урона. Вторая попытка зайти на Рошана... Ставят они Сентряк, но чуть-чуть не дотянулись. Вот... Нет, ну, я вот уверен. Они просто-напросто палят варды. Просто-напросто палят варды. Не честно. Нужно ставить задержку более серьезную, чем 2 минуты. Хотя бы 5 минут. А то... Лучше 6. Напомню то, что абсервер варды стоит 7 минут. Ну, в принципе, я думаю, 6 минут достаточно. Ставить Сентряк, чтобы раз варбить один абсервер, который будет стоять 6 минут. Это, конечно, не очень круто. Заходит Разор, ничего он не боится. Есть урингры. Есть урингры. Вешает он сразу его на Разора. И... Хотя... Смотрите, как раз варбить. Он продолжает жить. Не может против него никто ничего сделать. Высосыло много урона. Соборевает урингры. Также умирает и Чаус Сайт, который фармил всю игру с этим Медасом. Но сейчас мы видим, что он сделать особо ничего не может. Армлет у него появляется довольно-таки поздно. В это время Фурай уничтожает верхний товарок. Байбэкается. Ну, урингры, он без ультимейта, напомню. Ультимейт он повесил вайпер. Могут забирать сейчас вайпер. Вайпер слишком легко заходит. И умирает. Неплохо ультат аппарата. Но продолжать драку они не могут. Или же могут. Будут продолжать драку. В принципе, контроль здесь. Будет он сейчас наваливать разным всяким героям. Выбивает он еще скаймага. Также вайпер уходит на лоу хп. На лоу хп уходит еще и Рубик. Ульта. Аппарат вставь верхний. Не сможет он сейчас дать ульту. Даже если бы он дал сейчас ульту, она бы не догнала этих героев. Ну и что? В свою пользу, конечно, подралась сейчас команда Enemy. Так, так, так. Субтитры сделал DimaTorzok. Прошу прощения, сейчас мне позвонил очень важный человечек. По деловому вопросу, тем временем команда СЛВ юзают с магии. Выходит в ганге вайпера. Ганг удался. Вчером они его забирают очень быстро. И у них, в принципе, есть. Им есть чем заняться. Могут они рискнуть и зайти на хайграунд сейчас. Но, видимо, грибы вот только тут. Только здесь грибочки. На хайграунд они просто-напросто не зайдут. Сходите вы на этого Рошана. Не хотят они заходить на Рошана, пока эти грибы придут откатиться уже ультиметом Думбрингера. Да, у Думбрингера уже есть. Также вернется вайпер. Конечно, бессмысленно сейчас состояние происходит. Лучше бы уж сходили на того самого Рошана. Все-таки дождались грибов. Или же еще не дождались. Походу, даже грибов нет. А, нет, все-таки дождались грибов. Быстро убивают Думбрингера. Не успевают его повесить. Или же нет. Повесил он вайп. Повесил венигму. Не будет бутбола. Но, тем не менее, это не мешает команде. Драться. Умирает Энигма. 2 в 1 уже размер. Отбирают они и Чаус Найта. Также умирает Рубик. Ломают они стороны. Могут заходить не на вторую. Но здесь пишется ГГ. И это 1-0. Госплум команды СЛТ. Ну, что можно сказать? Если провести такую кратенькую аналитику, то, на мой взгляд, у команды Эними была одна очень грубая ошибка. Это то, что Чаус Найт стоял и фармил непонятно что. Чаус Найт такой... Это такой герой, который может драться после появления Пауэр Тридс и какого-нибудь, я не знаю, Огр Клаба для немножко дэмэджа. И силы, ну, количество ХП. Может он драться очень рано. Почему он стоял и фармил какой-то непонятный Мидас, потом еле-еле нафармил какой-то Соло Линк, и арметы появились только на 20-й минуте. Мне это непонятно. Всё неплохо у них пошло. Неплохо, в принципе, действовали саппорты. Но вот этот момент, конечно, совершенно не непонятен. Далеко не расходитесь. Будет сейчас скоро уже вторая игра. В любом случае, я на это рассчитываю. Сейчас я прям переспрошу этого команд. В принципе, уже зашли они в лобби. Думаю, перерыв должен быть небольшим. Я, наверное, даже не буду просто-напросто глушить стрим. Ни к чему-то. Видно, что, конечно, команда Enemy хочет отыграться. В принципе, всё изначально пошло в их пользу. Но, ещё раз повторю, не совсем понятные действия от Чао Снайта. Не надо было ему там стоять. Нужно было идти в бой. Сейчас прочеку, как работает мой стрим. Продолжение следует... Хотя нет, стрим я, пожалуй, всё-таки приглушу. Или хотя нет, фиг с ним, пусть работает. Блин, даже не могу включить музыку никакую. Поставлю я пока что в лобби. Не могу даже никакую музыку поставить. То, что в прошлой игре я поставил эту самую музычку в перерыве. Но... Твич... Такие подлые люди там работают. Заглушили мне её они. Замутили. Сказали, что... Так больше не делай, а то мы тебя забаним. И вообще, все стримы... Все стримы с музыкой, конечно, будут воспроизводиться. Но повтор потом смотреть просто-напросто нельзя будет. Конечно, совсем понятно, зачем они это делают. Ну, они ссылаются на то, что это авторские права, все дела, но... Всё равно, конечно, не знаю. Неправильно это. Ну, на самом деле, очень много стримеров, очень много комментаторов. Вообще, вообще, все, кто работали на Твич, многие жалуются. Многие жалуются на то, что Твич совсем уже обнаглел. Многие клянутся, что перейдут на на другие какие-то проигрыватели. Слишком уж не нравится им Твич. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok для немножко демеджа и... и силы, ну, количество хп. Может он драться очень рано. Почему он стоял, фармил какой-то непонятный медас, потом еле-еле нафармил какой-то соло линк, и армлеты появились только на 20... на 20-й минуте, минуте. Мне это непонятно. Все неплохо у них пошло. Неплохо, в принципе, действовали саппорты, но вот этот момент, конечно, совершенно... Итак. Гоу-гоу-гоу, пишут команды. Перекур получился совсем небольшой, конечно. Спасибо им за это. Видно прямо было по чатику, то, что команда Enemy хочет скорее отыграться. Потому что действительно все у них пошло очень неплохо. Не понимаю, почему такие серые циферки. Вот только, блин, я в это время хотел кое-что сделать, так и не отошел. Сейчас я, наверное, отойду, оставлю здесь пики. Пока что, конечно, ничего интересного увидеть здесь нельзя, поэтому не уходите. Далеко. Я сейчас вернусь. ДИАТИМ БАН ДИАТИМ БАН ДИАТИМ БАН Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры... Добавил субтитры... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ну нет, там вроде всё сохранилось, чуть-чуть подровнял я музыку, и, в принципе, можно начать... А, ещё нет, 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 снова у меня плудят в личке ВКонтакте, сейчас я быстренько отвечу на все вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прямо сейчас мы будем смотреть... Доброго времени суток всем любителям... Доброго времени суток всем любителям доты, с вами Даглинг, и сегодня, а точнее прямо сейчас мы будем смотреть уже вторую карту Между командами Соло Ла Виктория и командой Энеми. Напомню то, что первая карта закончилась со счётом 1-0 в пользу команды Соло Ла Виктория, СЛВ, будем так их называть. И, в общем-то, всё. Довольно-таки интересная получилась игра. Интересную игру мы увидели и с одной, и с другой стороны. За 25 минут потрёвалась команде Соло Ла Виктория, чтобы отдалить своих соперников. Небольшой перерыв и уже можем смотреть пики второй игры. Напомню то, что матч проходит по системе Best of 3, то есть до двух побед. Нужно добрать всего одну карту команде Соло Ла Виктория, ну, а команде Энеми. Почему-то они не поставили свой логотип вот здесь вот. Или вот тут у них должны висеть Сила и Свет, у них просто написано, забыли они выставить логотип. Да, конечно, не очень удобно будет смотреть, но сами виноваты, пусть будет. Так, перейдём к пикам. Стадия драфта подходит к концу. Команда Соло Ла Виктория. Ancient Operation, Mirana, Шерилл Шаман и Леон. В принципе, тут довольно-таки в этом пике всё понятно. Аппарат и Леон, скорее всего, будут саппортить в трипле. Шаман, мне кажется, будет стоять в миду. По крайней мере, это было бы логичным. Хотя нет, вот я сначала сказал то, что всё понятно. На самом деле здесь, конечно же, и всё понятно. Но остается у них три минуты, добирают они Боника. Просто интересная игра. Обязана нас ожидать. И Тинкер, просто шикарно. Я с удовольствием просто посмотрю эту игру. Так, не успел я пройтись по пикам. Соло Ла Виктория. Аппарат, Mirana, Шаман, Леон и Клинкс. Цепляющий пик. В лейте эти герои и себя ничто особо ничего не представляют по сравнению с командой. А... Эними... Лейте вообще никакой щель. То есть, нужно убивать уже Мингоник. Он же Клинкс должен быстро вывести себе Арчит и начать бегать по лесам, по линиям, убивать Тинкера. Убивать Тинкера он может. В принципе, для него это не должно быть проблемой. Но только повторюсь. Только после того, как появится Порчин. Мирана. Ну, в общем, сейчас посмотрим на расстановку лайнов. Конечно, очень интересно, конечно. Я прям... Я прям в таком небольшом восторге. Давно мне не приходилось комментировать игру с таким довольно-таки интересным пиком. Должно быть в любом случае много экшена. Сейчас от команды SLV должны они действительно быстро действовать. Не терять ни минуты. Какие-то там проблемы у аппарата. Сейчас он должен отключаться. Рисует непонятное безобразие люди на карте. Дождемся аппарата. Ну, а что касается команды Enemy, здесь уже совсем все по-другому. Пик у них очень довольно-таки неплохой. Он мне тоже, в принципе, нравится. Очень, прямо скажем, сбалансированный. Должны они довести Зоу Вайда до Лейда. Должны сделать так, чтобы он нафармил БФ как можно быстрее. Ну, или не БФ, может быть что-нибудь другое. И посмотреть, получается очень неплохая комбинация. То есть, с ревейджем будет тоже в любом случае ставиться качественный купол. И если во все это будет заходить экзорцизм, будет просто шедеврально. И, конечно же, не забываем про такого неприятного героя, как Тинкер. Который будет доставлять очень много хлопот. Беру это не смог. В этот раз они идут в свой лес. Не знаю, почему они догадались, что сейчас команда СЛВ пойдет в их лес. Как будто специально. Но, однако, их не находят. Тинкер разворачивается. Бежит, бежит, бежит. И, нет, все-таки никого не находят. Бежит, бежит, бежит. Бежит, бежит, бежит. Расходится по лайнам команды. Видимо, то, что Боникс-Т будет стать вообще в соло. Интересно, он будет стать один-на-один. Или же все-таки перетянется наверх Трипла. А, нет, что я говорю. Боник будет стать в изи один-на-один против Парафетки, насколько я понял. Конечно, против Парафетки ему будет не сладко. Но можно вывести себе быстренький арчи. А внизу нас ждет противостояние Триплы на Триплу. Трипла команды СЛВ, естественно, выглядит намного сильнее, намного увереннее. Есть Шекл у Расты, может он связывать. В этот Шекл сразу должна следовать стрела. Неточная стрела. Если бы сейчас стрела попала бы прямо в Вайда, он бы просто-напросто умер. Ну, то есть, задумка, в принципе, проста. Идет Шекл Расты. В этот Шекл Расты должна лететь стрелами раны. И все это под заморозкой, под первым стволом Эшн Топарейшна должно это все убиваться и умирать. Ну, о команде Энеми просто надо терпеть. Стараться как-то что-то делать. Шеклер идет, хочет он совершить Ферст Блат. Хочет помочь, точнее, Тинкеру совершить этот Ферст Блат. В принципе, возможности у них есть. Нужен Тинкеру 3-сюрвень, чтобы качать эти ракетки. И уже прокаста будет действительно достаточно, чтобы убить этого Леончика. Едет к нему уже что-то. Бутыль. Да, уже бутылка к нему приезжает. Стоят, в принципе, варды. Будет он видеть руны. Ну, Стритвард только на одной руне. Например, сейчас он не видел, как Шекер взял руну Инвиза. Более чем уверен, что команды спалили стрим. И поняли то, что нету здесь никаких вардов. И Шекер спокойно выбирает руну Инвиза. И нужно дождаться просто качественной фиссуры. Будет хорошая фиссура. Если Леончик захочет дать, то это при любом раскладе Ферст Блат. Но Леон заходить не хочет. Фиссура запирает его Шекер. Но Леон идет вот так вот, будет бежать в обход. И неужели уйдет? Да, спокойному удается уйти. Не стали продолжать погоню. В принципе, у Тинкера не дал ни одного с ПЛА. Вкачал он зачем-то машинки, а не ракетки. Были бы вкачаны ракетки. Там только с одного прокаста было бы сколько? 80 плюс тон. Еще фиссура. Было бы довольно много урона, а у Леона всего было меньше 600 кп. Но, ну ладно. Не будем сильно ругать их. Неверху 1 на 1 Клинк стоит против Банши. Насколько мы можем видеть, у Клинк церковь 13 крипов, в то время как у Банши всего-то 5. Очень неплохо у него здесь стоится. Суть очень сложная. Тут стоится в трюплее внизу. Делают они свап, перетягиваются, вводят наверх. Приезжают вниз Банша и почти сразу же умирают. Видимо, судя по всему, комбинация просто-напросто сработала. Убивают они Баншу. Нужно им больше убивать. Нужно больше наводить экшен. Должны они просто, как бы так, растрясывать вражескую команду. Не давать ей выфармливать свои предметы. Потому что, если у Тайда будет Даггер, если у Тинкера будет Тривела, которого, кстати, только что убили, которого убил Леон, не без помощи, раз, конечно. Ну, в общем, убили. Если у Тинкера появится Тривела, у Тайтхантера Блинк Даггер, а у Вайда какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь Моменца или Баттлкури, здесь, конечно, всё. Здесь без шансов они проигрывают в кознюю игру. Так что нужно ходить и убивать вообще, ну, любым способом. Другого выхода у них просто-напросто нет. Стоит здесь Банша. Пытается она не подставляться. Хочет она получать хотя бы немножечко экспулечки. Что у нас у Тинкера? Тинкер докупает ещё две ветки или уже были куплены? И Хасту подбирает Леон, мог второй раз убивать уже. Шекл есть у Расты, но почему-то он дал Молнию. Зачем-то он дал эту не совсем понятную Молнию. Надо было связывать. И неужели он тут тоже отъедет? Ну, если честно, то очень глупое решение от Расты. Нужно было давать не Молнию, а просто-напросто связку до машины. Связал бы он Тинкера, просто-напросто Леон бы его заточковал. Тичка у неё не такая же слабенькая. 63, в конце концов, никакого аппарата. Так что, конечно, это такой неудача. Ни в коем случае нельзя допускать им вот таких вот ошибок. Каждая секунда игры играет на команду Enemy. И вот то, что сейчас произошло, конечно же, печально. Поднял себе золото Тинкер, уже 1200 золота у него. То есть, до даггера остаётся ему уже... Ой, простите. До тревелов остаётся уже не так много. Всего 700 золота. Эти 700 золота сейчас стакнет здесь Шейкер. Просто-напросто Тинкер подойдёт. Машинки у него уже на 3. Он может подойти к этим Эншентам, дать свои 2-3 машины. И просто-напросто заработать себе тревела. Конечно, такой косяк, который прощаться не должен. Ну и Заяц мог, уходит они на Тинкера. Шекл должен идти. Идёт Шекл, у него ставится хорошая писсура. Отрезает он от Тинкера, тем самым спасая его. И ганг, прямо скажем, провалился. Отличная игра от Шеклера. Не успел он стакнуть из-за того, что его сейвал. Но не беда. Конечно же, лучше засейвать Тинкера, чем не стакнуть. Ставят они в арт. Сразу же тут стоит Сандряк. Разбивает его очень удачно. Ну а что, наверху. Бонник по-прежнему первый по Крипстатам. 1200 у него уже золота. Есть ли у него что-нибудь в Курьере? В Курьере у него пока что ничего нету. Но, в принципе, если вот так вот ему позволят дальше стоять, то появится у него уже совсем скоро Обливиан Став. После этого Обливиана Става последует второй. Дальше уже с Арчидом будет намного проще играть в команде СЛВ. Ну, Мирана тут тоже что-то пытается восхитить. Бедная Банша не совсем понимает, что ей делать. Прячется она в лесу. Не видит она на карте саппортов. Мерещится ей, видимо, то, что они сейчас на неё выйдут. И это будет выход на Вайда. Вайда есть пинг. Связывает он Вайдетского, но вряд ли получится его убить. Но затолковает этого Тайдхантера, в принципе, без особых проблем. Стрелы у Бонника вкачаны уже на 4. Домашни, они очень больно. Дополнительный урон 60. Действительно, очень мощно. Даже этот тот самый Тайдхантер, который считается одним из самых толстых хардеров, очень быстро умер. Тем временем, ещё Леон убивает Шейкера. Видим мы то, что убил он его без ульты. Хватило Леончику просто дабл дэмэджа и немножко контроля. У Тинкера. Что у Тинкера? Ну, у Тинкера, к сожалению, уже появляется травела. К сожалению, для команды СЛВ, а для команды Энемис эти травела это как, не знаю, как спасительный, спасательный круг какой-то. Потому что всё в лоб у них изначально пошло. Но вот этот вот дабл килл, который достался Тинкеру, конечно, просто подарил ему эти травела. Начнёт сейчас он уже летать. И будет вышить линии, будет вывозить много золота. Конечно, очень печально. Войт решает делать всё-таки Мидас. Не будет даже упадникового сапога. Решает то, что нужно выходить в лейд. В принципе, всё правильно делает. Почему бы и нет? Вайда удаётся убить Вайда. Отлично. Если бы успели Вайда ещё убить до Мидаса, было бы просто идеально. Тем временем, всё это время Мирана фармит. Банше она не даёт фармить. Видимо, что Банше 22 припочка. То есть, не очень хорошо. Давайте, думаю, уже можно включить общую ценность. Видим, то, что Баннер первый по золоту на карте. В принципе, молодец, выполняет он свою задачу. Опять же, до Арчиды ему нужно просто-напросто фармить. Заходят они вниз через Меев. Должны они ломать ТВ-Рок. Давать время. Давать время Миране. Должны давать золото. Гонику. И... Довольно-таки неслабо он проседает. Под этими машинками. Очень... Очень неприятно. Появляется у него обливент стафф. В принципе, до второго обливент стаффа... Чуть меньше двухсот, по-моему, простите. Восьмиста золота. Нужно ему... Сейчас как-нибудь побегать по карте. Позабирать каких-нибудь шайных крепочков. Ну, о команде Enemy я бы просто посоветовал бы закупиться с эндерями. И отставлять их вообще где только можно. Что касается меня, а точнее, что касается моей команды, то... Я отыгрывал на роли саппорта. Каждый раз, когда против нас играли такие герои, как... Мирана и такой герой, как Клинкс... Я с собой всегда наносил штук четыре сентрей. Меньше четырех у меня не было сентрей. И оставлял их везде, где только можно. То есть... Я ставил, как бы, обсервер в арт. И рядом с ним сразу же сентряк для того, чтобы... Для того, чтобы палить всякие передвижения Клинкса. Для того, чтобы безопасно было вообще гулять по карте. Потому что еще с этой ультой Мираной можно очень... Можно очень неплохо наваливать. Можно неплохо убивать. Ну ладно, отжимается у нас пауза. Продолжается игра. В смоках два саппорта выходят наверх на Вайда. Есть у него только Мейдос. Не покупает он себе сапог. Шекл пошел. Кулдфейд должен идти. Но не успеет. Он, судя по всему, проморозится. Или успеет. Успеет. Он примораживается. Не отходит. Но приходит еще и Шекер. Также приходит еще и Тинкер. Должны тут умирать и аппарат, и Раста. Но аппарат, судя по всему... Аппарат уходит. Также отпускает и Раста. Иончик приходит с дабл дэмэджем. И убивает Вайда. Просто шикарно. Браво команда СЛВ. Все они продумали. Все у них было под контролем. Ну, конечно, может быть, не все под контролем. Но все они только что в этом моменте делали красиво. Есть с Микки у... Есть с Микки у аппарата. Может, он... Так, здесь мне предлагают постримить какой-то турнир в 2 часа ночи. Я, конечно, не очень хочу. Так, ну ладно. Продолжаем смотреть игру. Счет 8-2. Давайте взглянем на графики. Графики падают вниз. Продолжают они падать вниз. Уже 5000 золота ведет команда СЛВ. Для 12 минут это неплохой вариант. Конечно же, нужно им продолжать набирать преимущества. Ни в коем случае не отпускать Вайда. Не отпускать этого Тинкера. Конечно, Тинкер такой герой, который... Который с этими тревелами будет так доставать, То, что просто мама не горюет. Появляется у него уже соул ринг. Будет, судя по всему, он делает себе блин даггер. Также даггер появляется и у Леона, и у Расты. Еще мобильней становится команда СЛВ. Это очень важно. Нужно сейчас дожидаться маны Расти. Идет он просто на базу. Есть у него змейки. Нужно идти и срочно ломать тавор. Один тавор на 12-й минуте. Это не то, что нужно команде СЛВ. К 12-й минуте с наличием этих змей Должно упасть хотя бы 2 тавора. А лучше даже 3. Конечно, запустили они немножко вот этот момент. Но, думаю, они его наиграют. Стрелами раны не точно. Видел это будет. Судя по всему, разванцевал, отошел. Леончик выходит вниз. Не знаю, видел ли он даггера. Простите, Тайдхантер или нет. Судя по всему, хочет он убить Вайда. Есть у него мультимейт, но только первого уровня. Помним, что у Фейсис Вайда есть промах. 6-10% точнее. В принципе, плохой процент. И нужно сейчас давать мультимейт. И отлично. Убил он войду. Вайда, войду, чуть не повезло. Вайда не спасает его. Не спасает война его промахи. Вольт аппарата прилетает. Нет, точно. В смысле, она прилетела поздно. В принципе, из этой Ульты и убили двойку. Из команды... Эними. Забирает Тауэр внизу без особых проблем. Без змеек. Должны они сейчас забирать сразу же второй. Змейки были отставлены всего лишь один раз. То есть, по-хорошему, конечно же, надо было... По-хорошему, надо уже начинать активнее сносить товара. В те времена Тинкер, имея Трвула, спокойно убивает башню в меду. Появляется Арчит у Купоника. Очень важный момент. И с этим Арчитом, конечно, должен начаться экшен. Должен он убирать, убивать всяких Тинкеров, которые будут по линиям летать. Должен он находить в лесу разных там шейкеров. Баньша для него, в принципе, тоже довольно легкая цель. Ну вот, например, Тайтхантер. Давайте посмотрим, что сейчас будет с Тайтхантером. Сразу Хекс от Расты. Арчит должен повесить. Раз, два, три, четыре. Четыре стрелы понадобилось Клингзу, в принципе. Чтобы убить этого самого Тайтхантера. Напомню, одного из самых холстых героев в игре. Ну, конечно, не без помощи Чилингтача. Не без помощи саппортов он это сделал. Но... Но все равно убивает он очень бодренько с этим Арчитиком. Ставятся заменки наверх. Будут сносить товар. Судя по всему, хотят все-таки отдефать этот товар команды СЛТВ. Юзается экзорцизм, начинаются машинки. Где же воет, где же воет. Воет внизу, купола не будет. Можно играться. В принципе, заменки стоят. Надо было бы их сразу переправить на башню. Может быть, удалось бы эту башню сломать. Но... Но, к сожалению, заменки убили не башню героев. Так что, башня цела. Еще 280 хп у нее остается. Может. Может она пожить. Леон здесь находит Тайтхантера. Летит ульта аппарата. В принципе, неплохая ульта. В двоих она попадает. Еле-еле, но попадает. Есть Чилингтач. У аппарата. Юзает он его. У Леона 5 секунд до ультимета. Дает ревенж Тайтхантера. Очень важный ревенж был. И появляется ульта у Леона. Должен он жить. Но он не выживает. Нет. Убивается бутылкой. Выживает. Также приезжает еще воин. 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 Убивает Тайтхантера. Также Леон с ульты добирает без профит. Драка 2 в 0. В пользу команды СЛВ. На лоу хп, в принципе, они не уходят. В каком-то смысле им здесь, конечно, чуть-чуть повезло. Но нужно отметить то, что действительно команда действует очень неплохо. То есть, выполняют они свою задачу. Хорошо выполнил свою задачу Гоник. Хорошо передвигаются саппорты по карте. Не видели мы еще особо здесь Мирану. Не видели ее каких-то великолепных стрел. Но уверен, уверен, что уже скоро она тоже будет выходить. Ходить вместе с командой. Клинкс прибегает, добирает башню и убегает. Молодец, что сказать. 2 200 у него на руках. Скорее всего, сейчас дособерет сапог. Может быть, сразу будет выходить в какой-то более серьезный артефакт. Можно забирать тинкеры. Тинкеры забирают. Также еще Дайтхантер умирает от Мираны. Ставятся змейки в миду и можно забирать, в принципе, Тауэр на миду. Без двух героев, без двух этих героев. Вряд ли получится отдефать, учитывая то, что Шекер только на базе. Ну, в принципе, у него есть телепорт. Он может прилететь, конечно. Также у Баньши скоро откатится экзорцизм. Также имеется хроносфера у Вайда. Могут, конечно, они могут попытаться что-то сделать, но отдефать действительно будет очень сложно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Дая's bottom tower is under attack Дая's bottom tower is under attack Radian's top tower is under attack Radian's structures are fortified DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok